Дорогие мои друзья, если вам интересна психология человека, то рекомендую познакомиться с каналом Форма жизни. Его автор, практикующий психолог Дмитрий Калыгин, доступно и интересно рассказывает про психологические теории и факты, дает рекомендации, как сделать свою жизнь лучше, а также анализирует события в обществе и артефакты культуры. Обязательно зайдите на канал Форма жизни, вам точно понравится, ссылка в описании к этому видео. Любой из нас иногда бывает очарован своим собеседником. Когда человек говорит о своих увлечениях, он излучает энергию. Проводником этой энергии являются глаза. Чтобы провести этот тест, я попрошу вас сосредоточиться только на энергию, которую способен передать глаз. Ну а прежде чем начать, не забудьте подписаться на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Итак, посмотрите на картинку и выберите глаз, который больше других вас привлекает. Делайте это спокойно, потому что этот выбор может многое рассказать о вашей личности. Если ваш выбор номер один, то вы выберете, вы являетесь человеком открытым для всего, что может предложить жизнь и рассматриваете это как возможность для роста и приобретения знаний. Не имеет большого значения риск, который приходит с новым опытом, поскольку вы все хотите попробовать. Вы вряд ли отвергнете человека и предоставите возможность любому занять место в вашей жизни. Вы замкнутый человек и не говорите о своих проблемах другим, но в то же время участвуйте в решении проблем других. Если ваш выбор номер два, то вам нравится докапываться до сути вопроса, чтобы понять его смысл и последствия, которые могут произойти. Вы любите проводить время в одиночестве, просто молчать и думать о чем-либо. У вас есть внутренняя уверенность, но вы не показываете свою незащищенность миру. Если ваш выбор номер три, то вы человек, которого окружающие называют странным. У вас есть особые интересы, которыми вы можете поделиться с очень немногими людьми. Вы также спонтанны, но это потому, что ваша голова занята чем-то новым и у вас нет времени, чтобы все перестроить. Вы очень эксцентричны и вас мало волнует мнение других. Если ваш выбор номер четыре, то ваша личность очень сложна, ее невозможно понять полностью. Люди, которые рядом с вами, принимают вас даже если вы испытываете трудности. Вы довольно сумасшедший человек и часто страдаете внезапными колебаниями настроения. Вы часто впадаете в противоречия и в вашем выборе превалирует нерешительность. Если ваш выбор номер пять, то вы очень чувствительный человек. Часто вам больно от слов или жестов, которые для других не имеют никакого значения. Плач для вас это не только признак слабости, но и выход из неудовлетворенности, гнева и разочарования, которые вы испытываете. Вы чувствуете себя чрезвычайно счастливым, но и очень грустным. У вас также есть шестое чувство, которое несколько раз давало вам возможность увидеть то, что должно было произойти. Если ваш выбор номер шесть, то некоторые негативные факты прошлого все еще затуманивают безмятежность настоящего дня. У вас есть шрамы, от которых вам нужно избавляться каждый день. Вы не рассказывайте о своих чувствах окружающим, поэтому вас называют закрытым человеком. Переживания и преодоление негативных эпизодов заставляют вас стать сильным человеком, готовым решать жизненные проблемы. Если ваш выбор номер семь, то на самом деле вы хороший человек и зрелая личность. Вы всегда стараетесь произвести хорошее впечатление, адаптируя его к ситуации, в которой находитесь. Вы честны сами с собой и часто делаете добрые дела, при этом чувствуя, что ваши действия могут оказать положительное влияние на остальной мир. Вы не переносите несправедливость и бесчестие, существующие в мире и стараетесь противодействовать этому своей добротой. Если ваш выбор номер восемь, то огонь это ваш элемент. Он отражает то, как вы сталкиваетесь с повседневной жизнью. Вы влюблены в свою работу и энергично ее выполняете. Вы неутомимы и способны поддерживать ритм, который невозможен для других. Желание всегда быть активным часто приводит к беспокойству и стрессу. Вы вспыльчивы, поэтому ищите себе занятие для души, которое может подарить умиротворение. Если ваш выбор номер девять, то вы прозрачный человек, которого нельзя подозревать в двойной личности или двойной игре. Вы знаете, как анализировать других людей, чтобы выяснить, можно им доверять или нет. Почти всегда вы живете в мире с самим собой и ваше спокойствие иллюстрирует это. У вас часто просят совета и для многих вы являетесь точкой отсчета. Я надеюсь, вам понравился этот тест. Своими результатами не забудьте поделиться в комментариях. Мне будет интересно узнать, попала ли я в точку. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok